Всем привет, ребята! С вами снова я, Настя. И в этом видео у меня дома происходят очень странные вещи. Я сейчас дома одна и какие-то странные звуки у меня дома. У меня аж мурашки похожи, и именно поэтому я решила снять такое видео, как мои страхи. Поехали! Пу! Первый мой страх – это... точнее, истории, которые с нами происходили. Первая моя история – это когда я была одна дома, естественно, как и сейчас, то я очень любила слушать музыку и смотреть страшилки. И именно после того дня, когда я нахожусь дома одна, больше страшилки я не смотрю. И именно поэтому я теперь не хочу снимать вторую часть «Восстание кукол», но все-таки придется сегодня снять. Ну и вот почему я больше, когда я одна дома нахожусь... Господи, когда я одна дома нахожусь, я больше никогда не смотрю страшилки. И вот сейчас вы узнаете, почему. Потому что? Потому что, когда я смотрю такие страшилки, которые реально очень страшные, и когда, например, девушка подходила к коляске, включила свет и успокаивала ребеночка, ну или просто посмотрела, спит, ну или нет. И она хотела уходить, дверь там что-то, она потянулась и по лестнице кричала «помогите, помогите». И эта страшилка была очень резкая, и я очень испугалась. Выключила это видео, но потом через минут пять его опять включила. И я очень сожалею об этом, потому что... Я очень об этом сожалею, потому что, когда я его включила, у меня вырубился дома свет. А тогда было часов восемь, наверное, за окном было уже темно, и поэтому я там сидела около тридцати минут, где-то полчаса сидела, ждала, пока мама с папой приедут. Они должны были через окно приехать, а за эти полчаса уже свет опять заново включили. И это было реально очень страшно. Теперь, когда я нахожусь одна дома, я никогда не смотрю страшилки и даже не думаю. Вторая моя история. Это когда мне было лет семь, наверное, ну, может, шесть. Я очень любила кушать тортики и кормила этими настоящими тортами своих кукол. И вот, когда мне исполнилось семь, или... Мне тогда было шесть, и исполнилось семь, или мне тогда было семь, и исполнилось восемь. Тогда у меня канала еще не было. Я... Ой, Господи! Господи, ребята! Ну и вот, в общем. Вы это слышали? Я пойду проверю. Подождите меня. Ребята, мне очень страшно. Я сейчас посмотрю в окно и на руки... Уже не перестутся. Господи, ребята! Так, вроде шум был отсюда, но здесь никого нету. Это очень странно. Ладно, пойдемте. Снимать дальше. Я, конечно, специально так держу, но реально очень страшно. Ладно. Поехали дальше. Мне до сих пор от этого сердце бьется. Так, ну ладно. Поехали дальше. И в один прекраснейший... Да что ж такое? Ё-моё, надоели. Не знаю, кто это, конечно. Но надоели. Тыщ, 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 тыщ. Достали. Кто это? Ладно. Да ё-моё. Так, дальше. И в один прекрасный день, когда у меня наступил день рождения. Я взяла свою любимую куклу. И не знаю, почему я её назвала Аннабель. И в этот день я больше не как-то того дня больше в куколках, когда не очень больших играю. В общем, ладно. И вот, в общем, один раз, когда я её кормила, она повернула каким-то образом на меня голову и просто нагло смотрела на меня. и она ещё у меня вот так вот марокала, знаете, вот так вот. делаешь, она открывается, вот так вот делаешь, она открывается. Вот. И тогда она тогда она была вот так, открыла глаза, очень чётко на меня смотрела, не двигаясь. После этого И последняя третья история, она, конечно, коротенькая, но ладно. Когда я училась в школе, мне подарили айфон. Айфон 4. И я пришла домой, положила телефон на стол и пошла делать домашку. И я услышала странный грохот в моей комнате. Пришла посмотреть. В этой комнате лежал мой телефон, и он был включённый. Я его взяла. Хотела провести код, но не смогла его провести. Положила телефон заново. Пошла делать уроки. Думаю, ай, ладно, потом разберусь. Может, как-то неправильно его нарисовала. Сделала я уроки. Прихожу в комнату. Вижу, что мой телефон не включается. Подумала, что разрядился. Включила, вставила его в зарядку. Он не пикает, ничего не начинает заряжаться и не включается. Я его перевернула, открыла вот эту вот правую часть. И там не было вот такой вот чёрной штучки и сим-карты. У меня тогда просто взрыв головной был, реально. Это новый телефон на моё день рождения. И... 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 У меня тогда родители так отбили. Я до сих пор не знаю, кто это сделал. В общем, ребят, кому понравилось это видос, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Да ё-моё. Ладно, я пошла пробирать, кто там всё время возит. Пока. Пу... Продолжение следует...